Если я провожу не так часто эфиры, то, соответственно, возможности ответить на этот вопрос не так много. Сегодня, так как мы с вами проводили марафон, многие из вас участвовали в этом марафоне. Я видела все ваши отзывы, комментарии. Всем огромное спасибо. Мы, на самом деле, очень старались для вас. Среди тех, кто участвовал в марафоне на основании ваших лайков, опять же, как приз зрительских симпатий, у нас было три победителя, двое из которых прислали свои социальные сети для разбора. Вот сегодня на примере этих людей мне хотелось бы, художниц, мне хотелось бы немножечко побольше рассказать по поводу продвижения, того, как себя представлять в социальных сетях и что делать с своим профилем, как улучшать, да, то есть каким образом это все происходит. Значит, самое первое начнем с Ирины. Ирина Черницкая. Да, я сейчас открою ее профиль у себя. И, значит, что я вижу, когда я смотрю на профиль Ирины? Так, один момент. Значит, что я вижу? Я вижу, что Ирина создает работы. Я так понимаю, что она в поиске. Это ее не основное занятие, то есть она не фулл-тайм-художник, но у нее очень много работ. У нее очень много работ, они все разные. И если мы, например, конкретно берем Инстаграм как социальную сеть, в которой вы представляете себя как художник, продвигаете свое творчество, то, значит, что я здесь могу Ирине порекомендовать? Хорошая аватарка, но желательно, чтобы она была, так скажем, более яркой, более цветная. Потом сразу два раза в шапке профиля написано Ирина Черницкая, Ирина Черницкая сначала на латинице, потом большими буквами. Вот я бы оставила лишь одно имя, может быть, даже я это имя просто оставила бы, вписала в название, в никнейм, да, то есть вот в название профиля. Почему? Потому что каждая строка вашей шапки профиля – это такое, знаете, ограниченное пространство, в котором вы должны сформулировать свое уникальное предложение, да, то есть кто вы, что вы делаете, чем вы можете помочь, чем вы отличаетесь от других. То есть там есть определенная своя система, каким образом это все оформляется. А здесь получается как бы сразу два раза имя написано. И вот смотрите, вот эта вот жирненькая строчка, она является поисковой строкой. То есть в эту жирненькую строчку желательно вписывать то, каким образом вас могут искать, да. Вот, например, у Ирины, у нее можно написать, что она художник, что она также помогает с interior design, да, то есть дизайном интерьеров, что у нее можно там купить работы, картины, да, сейчас вот об этом чуть позже. То есть это такая, знаете, как, на что это влияет? Если вы начинаете привлекать людей, либо просто гуляющие мимо люди, случайно зашли на вашу страницу в Инстаграме, то у них есть ровно 2-3, максимум 5 секунд, чтобы принять решение, подписываться им на вас, либо не подписываться. И вот шапка профиль, вообще то, что у вас написано, как вы себя преподнесли, они сразу принимают решение. Здесь мне все понятно, мне нужна эта страница на будущее, да, то есть это вот как раз-таки, чтобы за какие-то доли секунды, за считанные секунды, они приняли для себя решение подписаться на ваш профиль. Вот смотрите, у нас вся эта информация есть в вебинаре Инстаграм-художника. Мы этот вебинар, мы этот вебинар дарили в подарок тем, кто приобретал курс по живописи, вот марафон, который мы сейчас проходили, либо этот вебинар, его можно приобрести отдельно, то есть отдельным продуктом, и в этом вебинаре как раз-таки есть вся эта информация, да, то есть вот Инстаграм, какая должна быть аватарка, какой должно быть никнейм, вообще-то там все начинается с VPN-ов, какой никнейм, что должно быть вот в этих четырех строках. Больше четырех строк нельзя, чтобы было, потому что они все равно не показываются, да, то есть, например, вот у Ирины, у нее вообще нету хайлайтсов, да, а хайлайтсы – это как раз-таки, знаете, как можно использовать, как каталог, можно использовать как подтверждение своих каких-то там заслуг, да, то есть, например, ваши выставки, ваши работы по годам, их можно по-разному отобразить в хайлайтсах, можно рассказать о себе, да, потому что вы должны понимать, что люди очень ленивы, они не будут листать вашу ленту часами и выискивать посты, чтобы найти информацию о вас. Бывает так, что человеку понравилась ваша работа, он заходит к вам в профиль, и он прямо сейчас и здесь хочет понять вообще, он как бы стоит ему изучать информацию дальше о вас или нет. И вот эта информация, она должна быть, знаете, как на ладони. Вот у Ирины этой информации нет, и я бы ее все-таки создала, да, вот хайлайтсы. Потом также через хайлайтсы как раз-таки происходят очень часто продажи, да, то есть все сторисы, которые вы создаете, вы их сохраняете, например, не все, а определенные в хайлайтсах, потому что у всех хайлайтсов есть определенные предназначения. Вот я сейчас даже вспоминаю, я собираю лист, варианты названий этих хайлайтс, да, то есть вот этих вот вечных сторис на русском и на английском языке, да, то есть как бы там, на самом деле, кажется, что это просто вебинар, но на самом деле там такой прям мини-курс, вот. Это относительно как бы Инстаграма, да, страницы в Инстаграме. Потом, если мы говорим про Ирину, значит, у нее есть все варианты контакта для связи, да, сообщения, электронный адрес можно. Идем дальше к ленте. Вот смотрите, лента, лента, у нее тоже есть, знаете, как бы определенные прям задачи, которые она выполняет. И что я вижу у Ирины в ленте? Я вижу, что она пока в поиске, то есть в поиске своего стиля. У нее очень красивые работы, особенно ботаника. Я так понимаю, что, Ирина, вы выставляли с ботаникой не один раз. Сейчас, видимо, ищете что-то еще, да, добавляете что-то. И что мне здесь не хватает? Первое, безусловно, мне здесь не хватает какой-то единости изображений, да, то есть вот этого какого-то портфолио. Например, если вы образно пишете ботанику, и это, например, ваше основное направление, то я бы на самом деле не стала бы разбавлять это, например, тем же самым морем, да. Почему? Потому что человеку, когда он воспринимает вашу страницу, ему проще как бы вас воспринимать, да, и вообще художник смотрится проще и более таким, знаете, как бы цельным, когда его работы все в единой стилистике. Вы можете пробовать что-то новое, что-то другое, а мы все это делаем, да, например, ходим на мастер-классы, особенно если вот как у нас был марафон. Но как бы это не говорит о том, что я буду публиковать все, что я создаю в свой профиль, потому что это как, знаете, карточка. И художники, которые я так могу и так могу и так могу и так могу, и так могу, наоборот, это лишь вызывает сомнения и складывается впечатление, что вы пока в поиске, что, как бы, знаете, в плане цены тоже сразу возникает вопрос. Ну, то есть художник в поиске, как бы, значит, его работы не могут стоить дорого, да, то есть это вот сразу такая идет, как бы, линия к этому. И смотрите, по поводу разных работ, безусловно, здесь вам важно еще показывать, что ваша работа является продуктом. Вот если я листаю ниже вашу страничку Instagram, я вижу, что у вас были, вы участвовали в каких-то ярмарках, ваша работа оформленная. И мне очень хотелось бы, да, то есть, безусловно, у вас работа очень красивая, вот ботаника, да, оно все нереально красивое, и хочется посмотреть ее вблизи, да, потому что ботаника, она вот своими какими-то детализациями как раз-таки, как бы, и привлекает внимание. Но мне очень хотелось бы понять, каким образом это выглядит как продукт. То есть вам нужно показывать обязательно, что, например, есть какая-то определенная работа, вот таким образом она выглядит оформленная, а вот таким образом вы можете три моих работы скомпоновать и повесить на стену, потому что это сразу готовое решение. То есть люди, которые ваши потенциальные покупатели, они не хотят думать, они не хотят лишний раз, знаете, там, что-то обдумывать. Им хочется сразу увидеть готовое решение и, например, это купить. Вот, значит, это по поводу вот вашей ленты. Но вообще вот я даже точно вспоминаю, у нас в вебинаре по Инстаграму, Инстаграм художника, там даже есть целая схема из 12 постов. То есть пост там про художника, следующий пост такой-то, следующий третий. То есть и есть линия закрепленных постов. И объясняется, для чего эти посты нужны. То есть вот я бы на вашем месте привела эту страницу прямо в такой порядок. Насколько я помню, этот вебинар есть, потому что вы приобретали курс, по-моему, по цветам. То есть обязательно посмотрите и приведите в порядок. Вне зависимости от того, знаете, насколько серьезно для вас творчество. Потому что я уверена, что если вы продолжаете, если вы ходите на мастер-классы, это означает, что вы хотели бы развиваться как художник. И нужна вот эта вот, знаете, такая посадочная страница, куда вы будете приводить людей. Значит, еще я увидела у Ирины. У нее написано Art Israel. И я так понимаю, что, Ирина, вы живете в Израиле. Смотрите, так как вы живете в Израиле, для вас доступны онлайн-галереи. И просто очень много людей мне пишут про онлайн-галереи. И для тех, кто живет не в Российской Федерации, я вам настоятельно рекомендую заходить на онлайн-галереи. У нас есть в школе и был курс по онлайн-галереям, очень подробный, очень нереально просто крутой. Сейчас, конечно, его можно приобрести в тарифе «Я сам». Но там есть вся информация, просто, знаете, как вся выжимка, там нет никакой воды, разглагольствования и так далее. Вот просто вам как рекомендация. Почему? Потому что на онлайн-галереях целевой трафик людей. То есть туда люди приходят конкретно за картинами, конкретно за работами. И вы, так как вы находитесь за рубежом, у вас есть возможность с ними работать, с этими галереями и, соответственно, отправлять свои работы по всему миру. И Инстаграм тогда у вас, в принципе, может как бы отойти на второй план, потому что у вас уже там будет достаточно трафика целевого, да, то есть людей, которые придут и будут как бы рассматривать, покупать ваши работы. То есть чтобы вы как бы это тоже понимали. Потому что я знаю, что многие художники, которые только начинают, либо продолжают, да, то есть они не знают, с чего начать. И, естественно, самое первое, да, то есть самое такое понятное, это социальные сети. Социальные сети классно, это круто, их нужно делать. Но не всегда как бы люди, особенно иностранцы, предпочитают покупать через социальные сети. Все-таки они чаще пойдут на онлайн-галерею, либо за счет социальных сетей вы можете формировать трафик на свою онлайн-галерею и формировать трафик и ввести их уже, да, то есть как бы на онлайн-галерею. Так, что еще по поводу, значит, ага, что еще по поводу работ Ирины, да, то есть ее профиля. Ну, понимаешь, что Ирина пока в поиске, вот, я здесь вижу, смотрите, всегда у художников еще проблема, вот я просто увижу у Ирины, что написать в посте, да, вот, ну, что написать там внутри. Я сейчас все абсолютно почти пишу через нейросети. То есть я могу накидать какую-то идею и тут же закидываю в нейросети, и мне нейросети генерают вот этот контент. Либо я, например, там могу писать, у меня есть картина там, вот тот самый артишок, я его создала в акварели, придумай мне, пожалуйста, идею для него, да, и нейросеть эту задачу решает. Вот, кстати, мы сейчас тоже планируем делать запуск курса по нейросетям, да, вот для всех тех, кто хотел пойти, например, в сентябре, но не пошел, да, потому что действительно решает очень много таких вот насущных, знаете, таких больных, неприятных задач, которые делать не хочется, да, потому что хочется писать картины, а не создавать, не создавать вот этот вот контент. Да, который забирает время. Да, и вот смотрите, Ирина, желательно, да, вот почему я сказала про онлайн-галерею, чтобы у вас была какая-то ссылка, да, то есть куда людям пойти. То есть они пришли, увидели, что вы творческий человек, но я не понимаю, куда мне пойти. Писать в директ, скорее всего, я вам не буду, потому что есть ощущение, что, может быть, вы мне не ответите, может быть, мой запрос провисит у вас, мое сообщение провисит в запросах недели-две, и как бы никакого итога результата не будет. А если, например, у вас будет ссылка на ту же самую онлайн-галерею, там, зайдите хотя бы на арт-мажор, который там без заявки, без всего, да, то есть на него можно спокойно зайти. Размещайте там свои работы. Люди как бы к вам туда пойдут, и у них будет возможность купить сразу вашу работу, потому что картина – это все-таки покупка эмоциональная. Потом вижу, что есть попытки делать ролики, да, то есть у Ирины, и вижу, что, например, вот есть некоторые ролики чуть больше, чем некоторые чуть хуже, но, видимо, есть понимание, что все-таки видеоконтент, как бы он до сих пор остается актуальным, и при помощи видеоконтента действительно можно набирать большое количество подписчиков. Здесь я могу сказать, что, ну, опять же, наверное, такие основные правила – это регулярность. Если вы пишете ботанику, это очень классно, потому что можно очень круто показывать творческий процесс, да, процесс создания ваших работ. И у нас есть в школе тоже такой очень классный курс, называется ReelsCamp. То есть на этом ReelsCamp, он тоже есть в тарифе «Я сам», можно изучить, каким образом создавать ролики, да, то есть там есть тоже определенные такие базовые принципы, при помощи которых это все можно научиться делать. Вот. Но основной такой комментарий, да, то есть это вот немножечко почесать шапку профиля, чтобы ее сделать такой более оформленной. Может быть, даже ваши фотографии делать более цветной, а может быть, на фоне вашей работы. И ленту тоже хочется, знаете, вот оставьте ее как есть, то есть продолжайте ее так же, но разбавляйте ее побольше работами вашими в интерьере, работы оформленные, да, то есть, например, в раме, в паспорту, чтобы человек понимал, что здесь работу можно купить, да, что не просто здесь вот кто-то публикует чьи-то работы, может быть, свои, это вот как бы от времени к времени, да, чтобы вот было понимание, что здесь художник, который, может быть, пишет не так часто, да, как ему хотелось бы уделять этому время, но эти работы тоже можно, как бы, приобрести, купить. Ну и, соответственно, я вам настоятельно рекомендую, так как у вас есть эта возможность, зайти на онлайн-галерею, то есть по онлайн-галереям, по Риллскэмпу у нас все это есть в курсе, в курсах на тарифе «Я сам», да, то есть это все можно изучить. Идем дальше. Значит, дальше идем. Вероника. Вероника занимается своими социальными сетями, это прям видно. Так, да, Вероника. Значит, логин идет как вероника.vgartwork.vgartwork. Значит, вот у Вероники как раз-таки все хорошо с шапкой профиля, все очень понятно, прозрачно. Может быть, единственное, я бы вот, Вероника Громотина, я бы поставила туда еще слово «artist», да, что вы художник, потому что это тоже как бы поисковая строчка, и либо написала там «artworks», да, то есть либо там «acrylic artworks», да, у вас вот «acrylic oil artworks», да, то есть вот я бы написала, потому что те, кто ищет работы, да, чтобы вы тоже у них участвовали в поиске, чтобы вас Инстаграм тоже индексировал. Здесь я сразу вижу, что у Вероники уже тоже есть свой персональный сайт. Это, на самом деле, очень классно. Для меня это все такой, знаете, показатель, что в какой-то один момент определенный художник решил и понял для себя, что это для меня серьезно. И вот когда он понимает, что это для меня серьезно, очень часто художники первым делом, что делает свой персональный сайт. То есть вот для меня это об этом. Но, опять же, вы должны помнить такой очень важный момент, что когда вы создаете свой сайт, что когда вы даже там прикручиваете платежную систему, а у Вероники уже сайт с платежной системой, вы должны понимать, что туда нужно ввести трафик. То есть просто от того, что вы купили доменное имя, там зарегистрировали его, сделали сайт, например, на различные сервисы для создания, которые упрощают жизнь. Это не говорит о том, что люди туда к вам начнут приходить сами. Их туда нужно ввести. То есть нужно где-то закупать рекламу, либо, например, как Вероника делает, она создает ролики. Причем у нее достаточно хорошо получается. Некоторые ролики очень хорошо заходят. И вот у Вероники я прям желаю просто продолжать. Продолжать, потому что по роликам у вас все прям замечательно. То есть видно, что вы и тренды отслеживаете, и то есть как бы, что процесс идет, и подписчики растут, и алгоритм у вас сейчас будет все больше и больше обучаться, и все больше и чаще показывать вас аудиторию, да, то есть потенциальная аудитория. Здесь важно вам просто сейчас не перестать это делать. То есть такой вот важный момент. И опять же, да, вот вижу, что у вас написано, что вы в Финляндии. Я бы вам тоже рекомендовала зайти на онлайн-галереи. У вас есть возможность работы отправлять по всему миру. У вас есть возможность получать денежные средства за свои работы, да. Онлайн-галереи недоступны для художников, которые базируются в Российской Федерации, да. То есть это я сейчас озвучиваю, да, чтобы очередной раз не было вопросов. Просто сейчас вот у меня в разборах художники, которые за рубежом, и я не имею права им не сказать о такой прекрасной возможности, как онлайн-галереи, потому что онлайн-галереи – это огромные маркетплейсы, куда приходят люди целенаправленно, чтобы купить искусство. И у вас есть возможность там зарегистрироваться. Безусловно, очень часто зайти туда проблематично, потому что у них заявочная система. Но у нас, например, в курсе по онлайн-галереям у нас есть прям целый модуль, где я рассказываю, каким образом эту заявку подавать, да, то есть это такой момент, и, соответственно, с этим можно подать заявку, пройдя этот материал. Что еще можно сказать по работам, не по работам, а по профилю? У меня, на самом деле, здесь комментариев особо нет, да, потому что в профиле у Вероники, у нее показаны работы вблизи, показаны работы вдали, в интерьере, показан процесс работы. То есть вот просто все классно, все просто супер, как должно быть у художника. Вот, осталось только это все продолжать, как бы эту работу, и желательно не сливаться в последующие, я не знаю, это может быть год, полтора, два, да, то есть вот именно для раскачки Инстаграма. Вот, значит, что еще дальше? По описаниям тоже все хорошо. Может быть, я добавляла бы побольше технической информации, да, то есть, например, информации по размеру работ. Ага, вот вижу, да, то есть в одном ролике просто не было, а в этом есть, да. Вот. И еще бывают такие, знаете, различные лайфхаки, например, когда вы хотели бы податься в какую-то онлайн-галерею, не стесняйтесь, отмечайте их, когда вы создаете ролики, потому что они очень любят активных художников, и они вас заметят, и, может быть, даже сами могут пригласить к себе на платформу, да, там, отдельные галереи. Так, идем дальше. Так, если кто-то есть в Телеграме, вы можете поднять руку и задать вопрос, если вы меня слушаете в Телеграме. Если вы меня слушаете либо смотрите в Инстаграме, вы тоже можете задать вопрос, поднять, задать вопрос, написать в комментариях к видео. Да, получится только так. Так, да, я разобрала, значит. Да, и у нас была еще Татьяна, а Татьяна пока отказалась, написала, что пока для нее все-таки творчество, это больше про... Ну, как... Пока это как хобби, да, то есть она учится еще. Вот. Но, вот смотрите, мы писали, что есть другие художники, да, все те, кто хотели бы получить разбор. Вот я выборочно взяла нескольких. Значит, смотрите, каким образом можно улучшить, да, то есть какие у меня, например, возникают идеи, каким образом помочь художнику. Вот смотрите, одна такая из основных идей, которые я, да, возникает. Вот, например, даже на примере Вероники, да, у Вероники хорошо идет Инстаграм, она видно, что пишет, но, как бы, я вот тоже, знаете, понимаю всю систему, как работает рынок, да, вот этот рынок масс-маркет-арта, когда ты понимаешь, что нужно писать очень много работ, да, это всегда влияет на твое продвижение в Инстаграме, в онлайн-галереях. Я всегда искала способ, каким образом этот процесс, как бы, настроить, улучшить, сделать максимально эффективным. И один из таких способов, да, вот сейчас он есть, это нейросети. Вот, например, как нейросети могут помочь Веронике? Первое, я уже сказала, да, то есть написание каких-то супероригинальных идей. Потом второй момент, тоже очень это, генерить изображение в стиле художника. И если вы знаете, да, вот я думаю, вы как покупатели сами, когда куда-то идете, вы понимаете, что вы, и вы пойдете в тот магазин, где большой выбор товаров. Но художнику создать большой выбор товара достаточно сложно. И приходят на помощь, и пришли вот сейчас уже нейросети. При помощи нейросетей можно создавать свои изображения и публиковать их уже как существующие работы, да, то есть как бы показывать потенциальному покупателю, заказчику, что вот эту могу работу создать, эту могу работу создать. Так делают сейчас очень много уже художников. Вот это как один из вариантов. И вот смотрите, значит, еще на разбор была, значит, профиль, сейчас скажу, Хелен Питермен. Я заходила. Она написала, работа у меня, конечно, немного из того, что есть половина проданы, но я работаю над этим. Вот я, кстати, пока смотрела ваш профиль, я как раз таки сразу же подумала про нейросети, потому что у вас работы такие достаточно графичные, и, понимаете, вот у всех, да, такой, у всех идет такой стопор, у меня мало работ, у меня нет работ. Вот при помощи нейросетей вы эту задачу можете решить. То есть вы можете создавать электронный вариант ваших изображений для портфолио, чтобы ваше портфолио было широким, потому что когда портфолио большое, сразу это вызывает доверие у людей, им хочется либо заказать у вас работу, либо побольше узнать про вас, да, то есть вот такой момент очень важный. Либо, да, как один еще из вариантов, это созданные изображения, опять же, в вашей стилистике, да, потому что очень важные были как в единой стилистике, был, прочитывался авторский стиль. Вы их можете сразу монетизировать, да, потому что вот я, когда мы делали сейчас запуск курса по нейросетям, я записала отдельный модуль по монетизации, то есть в этом модуле там конкретно рассказываются площадки, такие как iCanvas, их около 10, то есть это максимально продающие площадки, где я, максимальный процент royalty, то есть где можно монетизировать работы, созданные как в нейросети, так и работы, которые вы, например, создаете. То есть к чему я это рассказываю? К тому, что 90% из вас хотели бы быть художниками на целый день, да, но нет понимания, если я пишу одну работу в две недели, как я могу продавать их много, да, то есть как бы идет несостыковка. И вот эти вот все несостыковки, они как раз-таки знаете, как такой поиск вариантов, это все настроить, да, то есть как это оптимизировать, чтобы была возможность и работы создавать, но чтобы и был доход. Вот в модуле по монетизации я как раз-таки там рассказываю про все эти площадки, где можно продавать, монетизировать свое творчество, как оригинальное искусство, так и созданное через нейросети. Вот, идем дальше. Значит, еще, еще был профиль Ирины, Ирина, Ирина Албец, Art Gallery. Так, у Ирины тоже все достаточно классно в профиле. Да, значит, есть определенная разрозненность в работах, но я так понимаю, что вы просто в поиске, и я здесь, знаете, как бы даже особо сейчас говорить, рекомендовать ничего не буду, потому что понимание, как ввести Инстаграм, у вас очень красивый профиль, просто вот как бы вам надо продолжать и продолжать создавать работы и просто искать свое направление. Насколько я помню, вы тоже были у нас на курсе по нейросетям, у вас вот даже последняя работа из нейросетей как раз-таки. То есть вот при помощи, да, нейросетей можно очень классно и себя искать, и свое направление, и какие-то очень классные идеи, которых не было до этого, да, то есть делать свои работы оригинальными. так, так, идем дальше. Юлия, да, Юлия, шедеврист, по-моему, Юлия, да, потому что вот я сейчас смотрю, в профиле написано, но шедеврист арт. Да, значит, Юлия создает абстракции, у нее жирно написано в поисковой строке, это очень классно. Я так понимаю, что Юлия создала профиль недавно. Вот смотрите, что здесь такое, знаете, как бы основное, что хочется сделать. Первое, недостаточно работ, работы можно создать, опять же, да, то есть такие лайфхаки, можно и нужно писать, безусловно, вживую, но вы себе можете помочь через нейросети, да, то есть создать работы в нейросетях для своего портфолио, да, то есть их потом можно подавать либо как принты, либо создавать в них оригиналы, если это возможно, да, потому что все зависит еще очень много от того, какие работы вы создаете. а потом, значит, мне очень хочется побольше узнать про работы, да, то есть вот как бы узнать, какие идеи, основания каких видов созданные, то есть это тоже все можно создавать при помощи нейросетей, то есть вот писать эти все идеи, описания, да, потом про вас хотелось бы больше информации увидеть, да, но я вижу, что здесь только начало пока у вас. И вот смотрите, ну и безусловно, как бы продвигаться, да, лучше всего это продвижение через ролики, да, то есть если у вас есть желание изучить эту тему, у нас для этого есть решение RealScamp в тарифе я сам, да, то есть это тоже можно все изучить и освоить это направление. Там у нас есть шаблоны, да, как работать с шаблонами, есть ссылки, на максимально актуальные ролики, при помощи которых вы сможете создавать свои ролики очень быстро и генерить их. То есть тоже такой момент очень важный. Так, идем дальше. Так, Ольга Lily More Artist. Да, Оля, если я вдруг неправильно прочитала либо ваш никнейм, либо еще что-то, вы меня извините. Да, ну, Оля, я знаю, что вы в поиске, вот, значит, вот у вас я вижу работы, работы разные, да, то есть вы ищете, но у вас есть хороший такой вот задел, да, у вас в Инстаграме, что вы показываете их уже как готовые работы, то есть я понимаю, что это холст, да, что, например, вот у Ирины в самом начале, да, у Черницкой, у нее, от того, что в основном это изображение работ публикуется, там нет понимания, а как вообще создана эта работа, а на холсте либо на бумаге, а такие вещи, они как бы очень важные, не хватает информации про вас, я знаю, что очень часто художники не любят свои фотографии, но может быть издалека, вот как здесь вот что-то, вот, может быть, я иногда там фотосессию сделала, но вот есть ваша фотография, вот хотелось бы побольше, да, но опять же это не обязательно, да, потому что сейчас я знаю один художник, он, думаю, вы, наверное, его видели, он мне показывает свое лицо, но он делает только разворотные ролики и пишет, пока этот ролик не станет вирусным, я так и буду разворачивать свои картины и показывать, что я создал, там нет его лица, там только вот руки и он разворачивает картину без его лица, то есть вариаций таких может быть много, кстати, вот на этом ReelsCamp там есть прям отдельный урок, отдельный модуль, где я рассказываю, какие варианты стратегий по роликам и вообще по вашим профилям в Инстаграме могут быть, да, то есть вот для тех, кто хотел бы эту тему изучить более конкретно. Так, давайте, наверное, еще одно... нового художника и разберу. Так, ага, вот, Юлия Прикс, ага, художник, Юлия дала ссылку на ВКонтакте, ВКонтакте, смотрите, ВКонтакте, это неплохая площадка, если вы, например, хотите продвигаться на российский рынок, да, безусловно, если вы хотите на международный рынок, без вариантов ВКонтакте, но если это российский рынок, пожалуйста, потому что ВКонтакте можно создать группу, ВКонтакте в группе можно создать магазин с товарами, там можно прикрутить сразу вариант оплаты вашей работы, и также выстраивать свою страницу через контент, через ролики, через посты, то есть это все можно делать. Вот у Юлии открыла страницу, в принципе, ага, да, кстати, Юлия, я помню, у нас была на мастер-майнде, и, по-моему, вот в течение мастер-майнда Юлия говорила, что у нее, по-моему, человек 800 добавилось, да, Юлия, насколько помню. Так, значит, ага, вот Юлия свои ролики делает, ага, вот я что здесь хочу сказать, сразу вижу ошибку в ролике, да, но мы же здесь про ошибки, да, мы же не для того, чтобы нахваливать, сразу вижу, что камеры немножко мутные, вот по ролику видно, вот смотрите, есть такие очень простые моменты, но ключевые, каждый раз, когда вы начинаете снимать контент, пожалуйста, протирайте, вот взяли свою футболку, край футболки и протерли камеру, и все, и погнали снимать контент, вот, ну, как бы это такое, вот прям, действие, достаточно простое, но оно приводит к очень хорошему качеству роликов, их на самом деле очень много, вот таких вот маленьких нюансов, там, что в черновики нельзя сохранять, не советуют снимать через лучше камеру телефона, через чем камеру, там, социальности и так далее, это все есть у нас в Рилс Кэмпе, да, то есть вот как бы из таких вот маленьких фишечек, зацепочек, на самом деле это все продвижение и складывается, да, то есть такие моменты, они там тоже все описаны, так, значит, что у Юли, у нее картины, ролики, вижу, потом, я так понимаю, что контакт самостоятельно добавляет различные вводные знаки, если, если, например, он добавляет, пожалуйста, не добавляйте свои, да, то есть не нужно думать, что даже если кто-то вашу картинку, либо ваш ролик куда-то себе возьмет, завирусит, для вас это будет только лучше, да, то есть вот на этом этапе не надо обкладывать все изображение своими водными знаками, думая, что я сейчас все защищу, но как бы толком никто ничего не увидит, вот, то есть вот как бы об этом тоже помните. Так, да, так, что у Юли? Ну вот, да, я помню, Юля делает льет, вот, последние посты, безусловно, тут есть информация, картины в интерьере, но у большинства все-таки это картины, да, то есть желательно как бы их разбавлять. Классно. Ну, да, и мне не хватает здесь информации про сами картины, сколько они стоят, где их могу купить, то есть это все можно реализовать через группу ВКонтакте, да, либо на свою страницу подтягивать эти товары и показывать, что их можно купить. Так, окей, давайте я немножечко такие итоги подведу. Значит, художники, которые живут не в Российской Федерации, я бы в самом начале на вашем месте концентрировалась на онлайн-галереях, да, то есть как такой основной канал продаж, потому что там есть целевой трафик. у нас есть мега-крутой галерея, если вы понимаете, что да, не есть, но я туда не могу давно зайти, либо боюсь, я не знаю, что им писать и так далее, у нас есть курс по онлайн-галереям в тарифе «Я сам». Там есть все про все галереи, какие они есть, чем отличаются, как писать заявку и так далее. То есть вот пожалуйста, начинайте с этого, потому что у них есть целевой трафик потенциальных покупателей. Есть вы на онлайн-галерее на 1, 2, 3 максимум, да, развивайте свой Инстаграм. Инстаграм сейчас важно развивать через видеоконтент, потому что видеоконтент, он как бы просматривается лучше. Сейчас все площадки Инстаграм запрещенные в Российской Федерации, Ютуб, ВКонтакте, везде есть короткие ролики, везде есть клипы, ролики, шортсы, они по-разному называются, но суть их одна. У нас есть для этого ReelsCamp, есть курс, в котором как раз таки рассказывается про все-все нюансы, каким образом эти ролики создавать так, чтобы они у вас залетали на большие просмотры, потому что это все складывается из таких вот маленьких правил, но опять же, которые очень нужно знать, чтобы ваши ролики залетали и вывели себе дополнительный трафик. Вот если вы хотите разобраться в Инстаграме, у нас есть вебинар Инстаграм художника, да, то есть здесь важно сказать, что абсолютно все наши продукты, они заточены на художника. Даже курс по нейросетям, он опять же на художника, ориентирован на художника, то есть я сама художник, я как бы в этих курсах описываю свой опыт, что я делаю, то есть это все как раз-таки из моего опыта как художника. Да, то есть делайте ролики, научились делать ролики, ведете трафик, пожалуйста, оформите свой Инстаграм, потому что если вы ведете трафик потенциальных покупателей, они видят, что здесь просто полный бардак на странице, в шапке профиля не написано ничего толком, кто, как, зачем, какие работы, можно заказать, нельзя заказать, если этой информации нет, люди просто берут и уходят, да, люди уходят, им некогда разбираться, они вам не будут писать директ, потому что либо, потому что у вас и так здесь бардак, либо они будут бояться, что вы что-то неадекватно ответите, в плане, например, они спросят цену, а вы назовете им цену, которую они не готовы заплатить, да, то есть никому не хочет это слышать, то есть какой-то такой определенный отказ, а чтобы это не слышать, есть функции в виде закрепленных сториз, где можно выложить свои работы, на какие-то работы определенные указать цену, да, то есть это все-таки, знаете, вот возражения, да, то есть это, ну, как бы информации на самом деле много, я пытаюсь ее вам сейчас как бы выдать, да, то есть максимально структурировано, но как бы тоже как бы мне, конечно, лучше желательно разбираться, вот, и опять же, проблема почти у всех, кого мы сегодня разбирали, это недостаточное количество работ, да, либо можно помочь себе генерации работ через создание работ, через нейросети, да, все, что я сегодня вам рассказала, вы можете это делать самостоятельно, да, то есть, потому что я это все делаю самостоятельно, но потом я это все описываю, свой опыт, описываю опыт, потому что там я общаюсь очень много с художниками, запаковываю это в продукты, если вам ценно ваше время, то, пожалуйста, у нас есть решение на любые ваши вопросы, то есть я бы вот так вот сказала, вот, наверное, здесь все, если у вас останутся вопросы по своим социальным сетям, да, то есть если вы будете смотреть это видео на ютубе, обязательно спрашивайте. Так вот, я вижу Оля, тянет руку, Оля, давайте я вас выведу в эфир. Ага. Мне звук просто, да, это самое. Да, да, все уже слышим. Да, это самое. Вот, здравствуйте всем. Спасибо за разбор, очень приятно снова увидеть вас, Саша, за вашу поддержку, помощь и так далее. Вот, у меня вопрос следующий. Могу ли я в одну галерею или в разные, ну, то есть, если я рисую в одном море, в другом рисую там цветы и так далее, в одну галерее одно ставить, в другую, в другую галерею другую. А в Инстаграме... Мы говорим про онлайн галереи, да? По разным галереям, да, разные направления. А в Инстаграме выставлять все вместе. Угу. Ну, вот смотрите, как бы я сделала. У всех онлайн галереи, у них тоже есть, как бы, такая определенная направленность, да? Вот сейчас я сориентирую. Значит, если мы говорим море, цветы, вот это все, я бы, например, публиковала на ArtFinder, либо на ArtMajor, либо, например, если вы пишете, работа создаете просто чисто всегда в аквареле, то я бы публиковала это в одной галерее, но делала бы разные коллекции. То есть вот так вот. Либо, например, вы пишете маслом, но как бы у вас разные направления, то есть я бы создавала коллекции. Если, например, мы говорим про абстракцию, то, наверное, я бы все-таки абстракцию, например, публиковала больше на Сачи, больше публиковала бы абстракцию на ArtLing, на Singular Art, потому что абстракция, она все-таки, опять же, тяготеет к большим размерам. То есть вот так вот. И вот эти вот галереи, которые я перечислила, они такие считаются как бы более премиальные. Если более премиальные, они любят продавать более дорогие работы. То есть вот я бы вот с этой бы точки зрения говорила. То есть вот так. В принципе, можно. А в Инстаграме можно все вместе, да? То есть это самое. Ну, я имею в виду потоком. То есть я создала одну работу, поставила. Оля, ну, в самом начале можно. То есть я как бы, знаете, просто если я вам сейчас скажу, что нет, нельзя и нежелательно, да, на вас это повлияет. Потому что я же знаю, как бы, что вы сейчас как бы пишете только, как бы, у вас такое становление. И я бы показывала все. Это моя всегда рекомендация, как бы в начале пути. Причем начало пути, это может быть и год, и два, и три. Ну, то есть это не первые два-три месяца. Почему? Потому что вот этот авторский стиль, он ищется через пробование других стилей, показывание людям. и когда люди вам реагируют, либо хотя бы лайком, либо там денежкой, вам, у вас покупают эту работу, вы понимаете, как бы, психологически, что у вас это направление хорошо получается, у вас хорошо получается, вам хочется создавать работы в этой стилистике еще больше. И именно поэтому, как бы, желательно все работы в самом начале показывать, чтобы выявить, да, то есть вот, что у вас хорошо получается, за что вам готовы люди платить деньги. Вот. И в связи с вопросом, Саша, а вот на мастер-классе, то есть рисуют все художники, то есть начинают на мастер-классе, ну, рисуют работу. Ну, как мы делали. И показывают. Я к тому, что это, ну, и в галереях, и так далее. Или это не надо делать? А, то есть, ну, смотрите, опять же, все зависит, как бы, от этапа. Если бы в самом начале, да, вот я про кого-то говорила, сейчас, по-моему, Ирина была, да, у Ирины просто, у нее уже изначально в профиле достаточно много ботаники, то есть по ней видно, у нее даже есть там фотографии, где она свои ботанические работы выставляет на какой-то ярмарке, на выставке. И здесь уже хочется, как бы, сразу подчеркнуть, что это художник, он пишет ботанику. Безусловно, как бы, мы все пробуем, но, как бы, вот в плане, как бы, здесь очень все индивидуально, я бы сказала. То есть, если, например, я на ваш профиль смотрела, я сразу вижу, что у вас их очень много, они очень разные, да, и, как бы, группировать там пока еще нечего. Ну, то есть, вот собирать, как бы, воедино что-то. И поэтому, как бы, здесь лучше просто продолжать писать и, как бы, ну, то есть, расслабиться, дать себе свободу. А у Ирины, у нее уже, как бы, есть такая хорошая база именно в ботанической живописи. Из-за этого я ей говорю, что лучше, может быть, море не стоило показывать и публиковать, потому что оно, как бы, оно, как бы, ну, то есть, перебивать внимание. То есть, у нее уже, как она, по сути, она уже знает, что. да, 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 либо, например, когда художник делает переход, то, конечно, желательно там наработать какое-то определенное количество работ и, как бы, ну, начать их публиковать, но чтобы оно было, как бы, максимально, так скажем, сразу, да, то есть, вот такой был переход, как бы, такой максимально понятный, то есть, как бы, неразрозненный. Но, опять же, у всех ситуации разные и здесь, наверное, такое универсальное правило будет. Это художник с картиной, потом картина в интерьере, вблизи, вдали, да, то есть, и если вот этого придерживаться, просто я знаю, что многие, как бы, художники там, кто ко мне на курс приходили, они это делали, и то, что картины очень разные, они уже становятся так незаметно, то есть, это становится такое, например, как онлайн-галерея, да, то есть, если мы зайдем на онлайн-галерею, там уже много всяких разных работ, но мы как бы изначально, как бы, смотрим на это, и то есть, там, работы в интерьере, да, то есть, как бы, как будто бы здесь такой магазин разных работ, вот, в Инстаграме тоже, но нужно этот образ создать, то есть, как бы, чтобы было понятно, что это какие-то готовые решения для каких-то определенных интерьеров, то есть, вот так вот. А когда заявку тогда пишешь себе эту самую, вот, ну, галерею семилляр, и они посмотрят на Инстаграм, скажут, ой, да, она там не только, то есть, да, есть такое, есть такой момент, кстати, в этом курсе по онлайн-галереям, я как раз-таки там рассказываю, то есть, каким образом подготавливать, желательно, конечно же, да, чтобы как бы свой профиль причесать, да, я это так называю. Опять же, да, вы сейчас были на курсе по нейросетям, вот вы можете, да, опять же, там, перед подачей заявки сгенерить себе портфолио через нейросети. Они не поймут, что это было сделано в нейросетях, но вам надо сделать вот эту вот представленность, как бы, общую, например, какие-то определенные работы, и вы их публикуете, то есть, вы делаете такую, знаете, как первая такая страница. Как? Обманку. Ну, не обманку, обманку, это просто, то есть, как бы, это портфолио, вот. Ну, поняла, поняла, хорошо. А, еще, еще один вопрос, Таша, а вот, какие цены в основном ставят начинающие художники? Я имею в виду, то есть, совсем задешево продавать в начале? Нет. Вы знаете, здесь зависит от того, ну, как обычно я говорю, насколько вам сильно нужны деньги прямо сейчас. Ну, то есть, есть ситуации, когда, там, некоторые портреты пишут за очень дешево, главное, чтобы быть художником, да, но, как бы, я бы посмотрела на рынок, то есть, я бы посмотрела аналогичные работы в онлайн-галереях, то есть, аналогичные по размеру, по стилистике, по количеству работ в портфолио художника, и уже ориентировалась вот на эту рыночную цену, и, опять же, в зависимости от того, вы быстро хотите получить продажу, оставила бы цену такую же, либо выше, а может быть ниже, да, чтобы продажа произошла быстрее, ну, то есть, как бы, здесь так же, все. Здесь анализ сделать. Ну, хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Ага, супер. Так, есть у кого-то еще вопросы? Так, ну, смотрите, если вопросов нет, тогда я буду завершать эфир. Если у вас они появятся после просмотра этого видео на YouTube, либо в Instagram, я обязательно отвечу на них, либо в Stories, да, либо там, пост напишу, поэтому обязательно пишите о своих вопросах, о продвижении вашего творчества, ну, и про творчество тоже. Все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.